В речных системах островов Суматра и Борнеу на мелководье вдоль берегов полной опавшей листвы и палок с безрастущих деревьев обитает симпатичная рыбка, название которой боция тигровая. Ее еще называют зеленый тигровый голец. На данный момент она не является редкостью в коллекциях у аквариумистов. О ней я и расскажу в этом видео. Как и у других боций, у тигровой есть тайное оружие шипы спрятанные в подглазничных пазухах. Эти шипы служат защитой от хищников или другой опасности, например, когда человек пытается зажать этого обитателя в ладонях. В остальное время шипов вообще не видно. Хотя эта рыбка не из робкого десятка, они самые настоящие хулиганы, очень задиристые, а если еще учесть, что их не заводят по одному, так как они рыбки стайные, то можно только представить, как бывает весело в общем аквариуме с ними. Достаточно активные и подвижные рыбки. Яростно охраняют свою территорию и поэтому не могут усидеть на одном месте. Постоянно в движении отгоняют от полюбившегося места, а точнее укрытие мимо проплывающих соседей. Причем это не только проплывающие гурами или скалярии, но и другой вид боций. Иногда даже атакуют свой вид. Однако, когда боция тигрова является новым жителем аквариума, попадает в общий аквариум, где уже устоялась своя иерархия, ведет себя скромно какое-то время. Может сложиться ложное впечатление, что она пуглива, но это лишь дело времени. Она осваивается. Сидит в укромном местечке, адаптируется к новым условиям содержания, знакомится с соседями. Пройдет совсем немного времени и эта скромняшка будет наводить суету. Отмечу, что боции тигровые не наносят смертельных ударов или укусов. Это больше преследования, своеобразные догонялки, но и от безобидных преследований другие рыбки могут стрессовать. Для того, чтобы раскрыть всю красоту боций тигровых, понадобится стайка хотя бы из пяти особей. Таким образом, и боциям будет спокойней, и соседям будет меньше доставаться. Конечно, внутри стаи образуется своя иерархия, появится свой лидер, который выберет самое лучшее укрытие в аквариуме. Но тем не менее, стая тигровых боций – это самый оптимальный вариант. Большую часть времени эти рыбки проводят в нижнем слое воды. К поверхности, конечно, поднимаются, но крайне редко. Именно поэтому, оформляя аквариум под тигровых боций, стоит позаботиться о максимально возможном размещении укрытий. Это могут быть как искусственные гроты, так и натуральные декорации. Например, коряги будут отличным решением, особенно если в них будут выемки или отверстия. Всевозможные пещерки из камней также являются излюбленными местами этих рыб. Свободное пространство лучше всего засадить аквариумными растениями, они также будут естественным укрытием, за которое вам скажут спасибо эти рыбки. Помните о том, что все эти догонялки у боций тигровых по большей части именно за укромные места. Соответственно, чем больше будет укрытий, тем спокойней будет жизнь в замкнутой экосистеме. Стоит позаботиться и о комфорте, так как они являются рыбками, обитающими большую часть своего времени на дне. Не нужно оформлять аквариум грунтом с острыми краями, чтоб не повредить этих красавцев. Лучше всего подойдет песок или мелкий окатанный гравий. К тому же, когда эти тигрики не отгоняют от своего укрытия, они заняты поиском еды, а ищут они ее в грунте. Конечно, они не выкорчевывают растения. Роют не так глубоко, но порыться любят. Для качественного и комфортного проживания понадобится аквариум примерно 200-250 литров. На самом деле, объем может быть и меньше, если делать видовой аквариум, в котором будет жить только этот вид рыб. Ведь им глубина не важна практически совсем. Но важна площадь дна. Обычно на стаю из пяти тигровых боций подбирают аквариум, у которого длина не менее 150 сантиметров, а ширина от 40 сантиметров. В магазинах продают в основном мальков, но в течение года они вырастают до 15 сантиметров, а порой и того больше. Кстати говоря, в живой природе максимальный размер тигровых боций около 22 сантиметров, но в условиях аквариума таких размеров обычно не достигают. В аквариуме с боциями обязательно должна быть качественная фильтрация. Лучшим вариантом, несомненно, является внешний фильтр. У внешнего фильтра многоступенчатая очистка воды, что является огромным плюсом по сравнению с внутренним фильтром. К тому же внешний фильтр требует в себе меньше внимания, так как его не придется постоянно чистить. А также внешний фильтр практически не занимает места в аквариуме. Я пользуюсь внешним фильтром от компании Atman. Надежный, не подводил еще ни разу, по стоимости дешевле своих прямых конкурентов. И кстати, работают они достаточно тихо. Но поток воды нужно направить так, чтобы в аквариуме создавалось течение. В противном случае понадобится устанавливать помпу течения. Вообще течение тигровым боциям необходимо потому, что в их естественных условиях. То есть в живой природе оно всегда есть, так как живут они в реках. А мы, аквариумисты, пытаемся эти естественные условия воссоздать в аквариуме, хотя бы частично. Помимо фильтрации понадобится и компрессор. Вода должна быть обогащена кислородом, именно из воды, пропуская через свои жабры, а не этот самый кислород получают. Хороших производителей компрессора много. Каждый из них имеет свои плюсы и недостатки, но при выборе такого оборудования рекомендую послушать его. Многие компрессоры очень громко работают. Мой выбор это компрессор от компании Aquile Mini Boost. Достаточно тихо работает, а в тумбе под аквариумом его практически не слышно. Но учитывайте один важный момент, если компрессор устанавливать ниже уровня воды в аквариуме, то обязательно понадобится обратный клапан. Он стоит недорого, однако поможет избежать лишних проблем, таких как затопление соседей водой из аквариума. Из оборудования понадобится обогреватель. Приемлемая температура воды для тигровых боций в диапазоне от 25 до 30 градусов. Все современные обогреватели оснащены датчиком. Нагрев до нужной температуры, он сам отключается. Обращаю ваше внимание на производителя Barbus. Дело в том, что у этого производителя достаточно часто случаются поломки у нагревателя и в итоге из аквариума получается уха. С другими производителями, ну лично у меня, таких проблем еще не было. Что касается освещения аквариума, стоит сказать, что именно боциям свет вообще не нужен. Чем меньше света, тем для них лучше. Однако нам, людям, хочется наблюдать за жизнью в аквариуме. И без света получить наслаждение от аквариума очень проблематично. К тому же, если в аквариуме есть живые растения, то свет необходим обязательно. Стоит отметить, что при ярком освещении боции прячутся в укрытиях. А для того, чтобы его приглушить, можно использовать плавающие растения. Вообще вода в аквариуме должна быть чистой всегда. Насыщенной кислородом и иметь необходимые показатели. Для того, чтобы вода была чистой, необходимо делать еженедельные подмены примерно по 15% от общего объема аквариума с помощью так называемого сифона. Благодаря сифону с водой уходят остатки еды и твердые отходы жизнедеятельности аквариумных обитателей. А вот показатели воды можно проверить только с помощью тестов. В комплекте с тестами идет инструкция, в которой объясняется, как правильно измерять тот или иной показатель. Самый популярный тест – это тест на кислотность. Его обозначают как PH. Для тигровых боций он должен быть от 5 до 7,5 и не больше. Жесткость – от 12 градусов. Также следят за показателями нитратов и нитритов. Не забывайте кормить своих подопечных. Тигровые боции отлично едят живые замороженные корма, такие как мотыль, трубочник. Иногда можно побаловать взрослых особей – креветкой. Отлично поедают сухие промышленные корма в качестве основного рациона. А так как в их рационе должен быть не только белок, но и растительная пища, рекомендую в качестве основного корма давать корм ГСК – гречишно-спирулиновый корм на основе гречки. Таким кормом сложно перекармливать. Даже от остатков такого корма вода будет портиться не так быстро, как от других производителей. Обратите внимание, так как тигровые боции активность проявляют в вечернее время, то и лучшим временем для кормления будет вечер. На этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые познавательные видео. Также у канала Параквариумистика есть своя страничка в ВК и Инстаграм. Ссылка в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok